Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июля, и вот с сегодняшнего дня я начинаю видеообзор сортов томатов, потому что уже очень много сортов поспела, и можно уже их показать, ну как не только теоретически, но и показать. Вот очень сложно снимать, когда томат вот такой низенький. Первым, вот он у меня тут с краю растет, будет толстый джек. Так, про толстого джека я рассказывала, когда он еще был в рассаде, зелененький такой. Если очень кратко, то тип куста детерминатный, высота примерно 1 метр на улице, причем он будет ниже 50-70 сантиметров, а вот здесь в теплице у меня вырос он метр. Срок созревания ранний, цвет красный, форма плода плоская, округлая такая, такая классическая форма томата, обычная. И вес плода колеблется 200-300 граммов, но все это зависит и от формирования. Вот я вам сейчас покажу, тут у меня различные виды формирования. Там, где я оставляю меньше стволов, плоды вот такие получаются как бы крупные, покрупнее. А где вот там, видите, третий вот этот, многодетный, который весь облепленный, как кисть винограда, там их много, но они мельче. Это зависит от того, как вы будете формировать. Вкус сладкий. Я подробнее расскажу на дегустации, сейчас не буду на это заостряться, сейчас только вот про внешний вид. Мякоть у него сладкая, ароматная, плотная, очень многим нравится. На одном метре можно 5 растений высадить. И в открытом грунте в прошлом году у меня получился он крупнее, а в этом году я попробовала вот в теплице вырастить. Видите, он какой? Это очень урожайный. Вот смотрите, он весь-весь улеплен вот такими вот плодиками. Ну, весь вкусный. Я говорю, как гроздь винограда, как будто бы вся улеплена плодами. Но что еще сказать? Вообще, несмотря на то, что он ранний, я высадила его в теплицу нынче и не пожалела, потому что в самых первых рядах он у меня поспел. Очень-очень массово спеет. Вот сейчас я первый раз сниму урожай, и потом посмотрим, как он дальше будет отрастать. Но так как он детерминатный, ясно, что у него вот это все ограничено. Тут еще много и завязей, и цветов. Конечно, у него урожайность у детерминатных немного меньше, чем у индентов, но все равно, видите, он очень старается, хочет порадовать хозяйку. У меня он в каталоге под номером 175. Вот сейчас я буду записывать каталоги с подробным описанием. Кого заинтересует этот сорт, можете прочитать в этих каталогах. Все, следующий сорт сейчас будет русские колокола, который тоже поражает своей обильностью, дружным созреванием. Ну а с толстым джеком прощаемся. Мне этот сорт нравится, неприхотливый, можно без посынкования, можно по-разному формировать. Видите, вот здесь, где я поформировала, поменьше стволов оставила, он покультурнее смотрится. А вот здесь я оставила все, что у него наросло, видите, много стволиков. Я все оставила, но, несмотря на это, он тоже очень быстро вызрел и вот своей дружной семейкой создает очень красивые пейзажи в теплице. Короче, толстый джек, это не только для открытого грунта, он вполне может стать украшением любой теплицы. Все, до свидания.